Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин, эфириум и остальные криптовалюты падают. Мы видели, как биткоин достиг пиков 11700 долларов, а потом упал до 11300. Что же происходит? Я объясню вам, почему это является манипуляцией и покажу вам причины этого падения. Также я расскажу вам, почему я уверен, что это только начало самого большого в истории биткоина булрана. Я покажу вам 6 причин для этого. Поэтому, если вы инвестировали в биткоин, вы точно не захотите пропустить это видео. Усаживайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк, давайте наберем хотя бы 3000 лайков, ведь если мы это не сделаем, видео не начнется. Поставил? Ну ладно, поверю тебе, мы начинаем. Начнем с фондового рынка, который, как мы видим, прямо сейчас достигает нового исторического пика. Поэтому в падении биткоина, казалось бы, нет никакого смысла, ведь мы видели большую корреляцию между этими двумя графиками биткоина и фондового рынка. Вчера я вам это уже показывал. Поэтому уже на этой стадии начинаешь понимать, что факт недавней манипуляции цены биткоина имеет место быть. Я нашел эту статью, в которой указан следующий график. Институциональные инвесторы открывают шорт-позиции в биткоин-семьи фьючерсах. Давайте я объясню, что конкретно это означает, и почему именно это привело к недавней манипуляции ценой биткоина, и что же это значит для будущего цены биткоина на краткосрочной перспективе. Совсем недавно количество шорт-позиции от институциональных инвесторов достигло локального пика. Мы сейчас говорим об инвесторах, которые имеют в распоряжении огромные суммы денег. Таких денег, которых скорее всего не у вас, и тем более не у меня, нет. В зависимости от того, какую цель они преследуют, они открывают лонг или шорт-позицию на рынке семи фьючерсов. Но по секрету скажу, что их прибыль будет больше в случае шорт-позиции. Допустим, они открыли шорт-позицию с плечом x10, x20 на фьючерсах семи, то есть фактически делают ставку на падение рынка. Что они делают после этого? Они берут свои физические биткоины и действительно продают их, продают реальные биткоины прямо на реальной бирже. Фактически, они собственноручно обрушивают цену на биткоин. Но у них открыта шорт-позиция с кредитным плечом x20. Так что теперь они получат 20x из этой позиции на собственной же продаже биткоинов на бирже. Так и происходит манипуляция. Да, они теряют деньги на торговой сделке, но все это перекрывается кредитной шорт-позицией. Зачем они это делают прямо сейчас? Биткоин вырос с 9000 до 12000 за какой-то месяц. Что делают розничные инвесторы, не успевшие на такой поезд? Просто пропускают его. Что делают институциональные инвесторы, не успевшие на такой поезд? Они возвращают его к месту посадки. У них столько денег, что они могут это сделать. Кроме того, манипуляции обычно проводятся и с целью заставить вас избавиться от своих биткоинов. Чтобы вы запаниковали, а они накопили еще больше ваших ценных биткоинов. Причем еще и подешевле. А затем проворачивать с ними всю ту же манипулятивную операцию раз за разом, зарабатывая все больше кэша и аккумулируя все больше биткоинов. Поэтому бедные беднеют, а богатые богатеют. И я вас умоляю, не ведитесь на эти фокусы. Вы не представляете, насколько ценный биткоин. И я сейчас говорю не только о его цене. Они хотят контролировать его. А вы разве хотите им в этом помогать? Теперь я хочу рассказать вам, почему я все равно остаюсь оптимистично настроенным по отношению к биткоину. И сделаю я это, используя только доминирование биткоина и альткоинов на рынке. Вы можете заметить вот здесь, что в марте 2017 биткоин стал стремительно терять долю на рынке. В то время как альткоины, наоборот, начали захватывать все больше пространства. Это было сигналом начала огромного ралли на рынке. Пик рынка наступил, когда график доминирования биткоина и альткоинов почти коснулись друг друга. Затем, когда биткоин начал расти в доминировании, начался медвежий рынок, в котором доминирование биткоина постепенно росло, а доминирование альткоинов постепенно падало. Если посмотреть сейчас, мы видим, что доминирование биткоина медленно падает. На данный момент, когда я записываю ролик, его доминирование составляет около 59%. Исторически, если доминирование биткоина падает ниже этих отметок, то мы видели начало ралли криптовалют. И вот здесь, в январе 2018 мы наблюдали финальный резкий рывок доминирования биткоина вниз, что привело к последнему забегу альткоинов перед длительным медвежьим рынком. Именно поэтому я и думаю, что на самом деле, прямо сейчас мы находимся у начала одного из сильнейших ралли за всю историю криптовалют. А все эти краткосрочные откаты, пусть даже на 10, 20, 40% просто манипуляция с целью отобрать ваши биткоины. Поэтому сейчас просто подумайте, хотите вы с ними расстаться или нет. И есть еще одна вещь, которая складывается из 5 подпунктов. Дэн Хелт в Твиттере опубликовал этот пост. Он пишет, биткоин в действительности находится в начале буллрана. И добавляет 5 пунктов. Первый пункт. 97% UTXO, мы уже говорили, что это такое, можете поставить видео на паузу и почитать. В общем, 97% UTXO находится в прибыли. Это означает, что если вы купили биткоин где-нибудь вот здесь, ниже этой красной линии, то вы в профите, как и остальные 97%. 61% всех биткоинов не двигались на протяжении целого года. Это означает, что как минимум половина холдеров биткоина не собирается продавать свои биткоины. И это даже учитывая первый пункт, что 97% UTXO находится в прибыли. Я говорю о том, что большинство холдеров находится в профите, а значит пришло время продавать. Но тем не менее мы не видим массовой распродажи. Третий пункт. Мы только что прошли через биткоин халвинг. Да, это было в мае. Но биткоин халвинг это не то событие, которое дает о себе знать сразу же в день совершения. Обычно проходит несколько месяцев. Только спустя время мы видим простую экономику в действии. Халвинг это уменьшение предложения. Если мы видим сниженное в два раза предложение и спрос либо остается таким же, либо растет, то обычно цена ползет вверх. В последней халвинге все было именно так. Четвертый пункт. Центральные банки печатают деньги слишком усердно. Можно сказать, что они переусердствовали. Это привело к тому, что многие компании, верите или нет, начинают переводить резервы из доллара США в биткоины. Это, например, MicroStrategy, которые инвестировали в биткоин, а потом и начали держать часть своих валютных резервов именно в нем, чтобы хеджировать фиатные риски, по словам их генерального директора. Теперь еще две канадские компании также перевели часть своих валютных резервов в биткоин. Снапа и Тахини. Причем Снапа, как говорит генеральный директор, перевела значительный процент своих валютных резервов в биткоин. Причина, почему они это сделали, не является импульсивной. Они уточняют, что решили сделать это после того, как потратили сотни часов на изучение протокола биткоина и все, что за ним скрывается. Что касается Тахини, в их случае они перевели все свои валютные запасы в биткоин. Все. Почему? Потому что из-за пандемии и локдауна в ресторан очень сильно страдал. Владелец ресторана Тахини понял, что биткоин является настоящей технологией сохранения богатства. Вот тогда-то и он, и компания решили перевести все валютные резервы в биткоины. Что это означает для нас, как для холдеров биткоина? Для вас, как для инвесторов? Это означает, что мир начинает понимать, насколько сильно обесценивается фиатная система по всему миру. И, наконец, последний пункт, соотношение глобального долга по отношению к ВВП находится на высших значениях за всю историю. И это при том, что сейчас мирное время. Вот почему я остаюсь в позитивном поле. А к вам остается только один вопрос. Вы участвуете в этой революции или только наблюдаете? А меня зовут Богатейший Ди, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем 3000 лайков под этим видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok